а я хочу чтобы было много вопросов здравствуйте все готовы меня зовут черевкова елена сергеевна я старший технолог компании к хлеб компании к хлеб на рынке порядка 20 лет на настоящий момент это современная компания которая выпускает 30 тонн различного ассортимента продукции в сутки благодаря широкому широкой линейки полуфабрикатов это несколько видов заквасок заварки замочки зерновые заварки особенностей условиях цехах мы имеем возможность выпускать ассортиментную линейку в различных вариациях это и классический хлеб и хлеб рустикальный особенно хочется отметить органические хлеба безглютеновая хлеба наша компания на постоянной основе проходит аудиты от наших сетевых компаний таких как пятерочка ашан успешно проходим подтверждаем свой органический сертификат в русскачестве тоже и живу на ежегодной основе продукция наша включает себя не только классические изделия рустикальные но и слоеные изделия мелко штучные кондитерские изделия на данный момент мы находимся в нашей пекарне это основной нет это осна это основное производство она находится на циолковского 28 там находится наш уже считайте что завод это пекарня но она настолько огромная 30 до 30 тонн изделий да да сейчас мы находимся в тесто миссильном отделении нашей пекарне у нас два небольших тестомеса вот здесь мы видим уже замешанное тесто на данный момент перед нами предварительная расстойка то есть тесто было раз взвешено разложено в тестовые заготовки отформованы в шарики эти шарики это предварительная расстойка то есть это как бы один из этапов брожения сейчас нас наш тестовод пекарь положит это в холодильник и завтра утром это будет разделываться благодаря длительному брожению мы имеем действительно вкусную продукцию все забили другой холодильник до сутки сутки это хлеб слоеные изделия он разводится здесь это пекарня это на да это наша розничная точка небольшая мы работаем с сетевыми компаниями пятерки представлена наша продукция в магните ваша не вся продукция наша давайте мы пройдем посмотрим вот смотрите давай во первых по этапам производства замес теста прошла пора прошел разделка вот здесь вот мы стоим рядом с расстойным шкафом и вот я сейчас открою это были маленькие заготовочки и вот при определенных условиях тестовые заготовки растаиваются влажность температура соблюдается и мы получаем из вот такого маленького кусочка хлеба вот такой расстойный полуфабрикат тестовая заготовка набирает объем процессе брожения то есть вы продаете воздух почему воздух неправда мы просто и продаем сложный биологический продукт хлеб это не просто да в счастье да мы работаем на натуральных полуфабрикатах у нас нет улучшителей опары завод нет не использую какой используется мой маргарин растительные масла маргарин да это что же не очень хорошо но используем растительное масло но это сублимированный продукт растительное масло считайте что натуральный продукт давайте пройдемте дальше в пекарское отделение сейчас у нас пекарь будет сажать хлебушек в печь с небольшим количеством да смотрите что такое органический хлеб вообще вот как бы во первых хотела показать готовая продукция вот из маленького кусочка теста получается в процессе брожения вот такой хлеб и хлебушек вот смотрите во первых в печи сейчас хлеб проходить проходить а пекарь сейчас у нас сажает как раз хлеб в печь надрезает заготовку сажает хлеб в печь немножко подпыляет мукой чтобы хлеб не прилип к воду печи ну как бы у надреза есть две функции во первых снятие напряжения то есть процессе расстойки до происходит растяжение внутрь вот клейковинных нитей это напряжение вот это надрез надрезание тестовой заготовки это релаксация это раз во-вторых это один из способов различить один и тот же допустим несколько видов хлеба они похожи допустим овальный овальный хлебушек чтобы отличить йога крем для хлеба понимаешь да а как же без этого вообще предварительная расстойка это тоже релаксация перед окончательной разделкой тоже релаксация внутренних напряжений потому что в процессе замеса происходит перетяжка вот этих кликов мало того что эти нити образуются клейковинные в результате набухания белковых белка альбуминов и глобулинов происходит набухание потом эти нити образуются и клейковинные нити и в процессе замеса происходит склеивание в многочисленных местах и образуются ячейки эти ячейки в процессе растойки в процессе брожения они растягиваются то есть насыщается тестовая заготовка углекислым газом вот эти вот пузырьки которые внутри и происходят растяжение если не надрезать лопнет если он хорошо расстойный не лопнет но это тоже искусство я прослушала для красоты а сколько получается губки подмазала и красота сколько получается цикл от замеса до того как смотрите если мы работаем на либо опарным способом либо на закваска если это опара то опара стоит порядка 3-4 часов далее тесто тесто замешивается еще от получаса до часа то есть получается 4 замес тесто это тоже 20 минут потом разделка еще 20 минут то есть получается 4 плюс час разделка замес и 40 минут расстойка то есть порядка 6 часов это один хлеб 20 минут а если на закваске заквас закваска ведется постоянно не там ну расстойка тогда замес замес 20 минут разделка от 20 до 40 минут зависимости от замеса ну пусть 20 далее расстойка 45 40 60 минут зависимости от вида хлеба если это классический хлеб батоны легкий пшеничный то есть порядка 30-40 минут если это заварные сорта то они могут стоять и полтора часа то есть заварные сорта я имею ввиду бородино допустим у нас есть хмелевой хлеб вот а вот все что ржаное оно вот такой тяжелое тяжелое оно может расставиться и полтора часа вот он сейчас увеличит время выпечки 24 минуты вот смотрите вот сейчас видите как бы хлебушек как будто воск а сейчас в процессе он будет подниматься подниматься набирать объем дополнительный почему это происходит во-первых остаточное брожение то есть еще работают дрожжи и молочнокислые выделяют свой углекислый газ а также идет расширение газов обычная химия при увеличении температуры на что газа делают расширяются основной закон химии ничего не смотрите происходит белки динатурируют что-то делаешь ну поднимается а потом пас скопывается и получается значит во первых вы были недостаточно нежны в обращении с тестом во вторых вы не соблюли параметры выпечки то есть если он сел значит вы его не допекли значит у вас неправильные параметры выпечки при правильных параметрах выпечки образуется корочка каркас где динатурация белка происходит почему каркас образуется динатурация белка белки сворачиваются образуется вот этот твердый каркас и плюс корочка поэтому чтобы все было хорошо нужно правильно отпечь может подрумянивается да температура 260 градусов да 260 градусов а карантин сколько минут сколько минут печется да плюс он дает пар еще в начале выпечки пар да вот смотрите у вас в процессе выпечки идет все равно увеличение тестовой заготовки правильно чтобы дать ей такую возможность подают дают пар во первых это глянец на поверхности будущей заготовки и дополнительная возможность растянуться каркасу вверх потянуться и не лопнуть это пар ну чтобы он не был в трещинах да да чтобы не был в трещинах и был красивый глянцевый такой блеск а зефиры советские зефир нет не мы не мы зефир мы хлеб кондитерские изделия слоеные изделия по процессу например приготовления что больше всего времени занимает какой самый сложный например у вас самый сложный продукт это наверное чиабатты и багеты чиабатты и багеты плюс вот эти рустикальные хлеба они в принципе вот хлеба холодного брожения что это значит то есть обычно у нас что опара тесто разделка выпечка да а здесь холодные брожения длительное холодные теста длительное брожение допустим в тесто вот дрожжам толчковая 26 градусов температура здесь порядка 20 температура теста и вместо того чтобы там час выбраживать оно выбраживается 2 часа 3 часа и здесь очень маленькое количество дрожжей но данные хлеба у нас на пшеничной закваске пшеничная закваска внесет в себе молочнокислые и дрожжи именно они начинают работать в процессе длительного брожения именно они дают вот возможность насытиться углекислым газом образоваться вот этому большому количеству пузырьков которые потом когда мы надрезаем вот чиабатты, багеты знаете как бы такое изделие они крупнопористые а там практически нет дрожжей почему? за счет холодного длительного брожения вот здесь получается цикл заместо дрожжения ну это я вот отбрасываю то что мы постоянно ведем закваску закваски требуют постоянного контроля постоянного брожения то есть мы их с периодичностью определенной должны подкормить дать им питание то есть берем материнскую закваску кормим она выбраживает мы ее используем и вот эти хлеба они длительного брожения 2-3 часа только бродят плюс растойка 4 часа плюс до этого закваска которая все время живет а еще же получается бывает такое то что и при какой-то более низкой температуре то есть там может настаиваться там 10 градусов да? может вот смотрите вот эти хлеба они растаиваются при температуре 4 градуса вот мы их разделываем с вечера и в течение ночи они стоят в холодильнике при 4 градусов и только утром их достают им не нужно растаиваться дополнительно то есть они уже расстойные их нужно только отпечь а я понял хлеб который да и вот они на поверхности ну вот такой пышный да да он расстоялся то есть максимально поднялся вот именно такой хлеб имеет на поверхности такие красные красивые пузыречки его ни с чем не спутаешь